Привет, друзья! Небольшое вступление. В этом видео мы будем проверять, насколько хорошо ты знаешь CSS и насколько же хорошо ты все-таки верстаешь. Я подготовил для тебя 50 вопросов с ответами, но перед тем, как ты услышишь мой ответ, попробую ответить на него сам. И самое главное условие. Я старался и готовил для тебя это видео, а ты потрать, пожалуйста, секунду на лайк и комментарий. Тебе не сложно, а мне это помогает. Итак, начнем. Свойства дисплей. Основные значения и как они работают. У дисплей существует большое количество значений, но основные из них вы видите сейчас на экране. Это none, block, inline, inline-block, flex и grid. Рассмотрим на примере. Я сделал несколько блоков div, у каждого из классовое имя соответствующее значению дисплей. Соответственно, inline, inline-block и так далее. Здесь есть небольшие стили. И как видите, для айтемов каждого блока заданы соответствующие стили. Итак, inline. Элементы, во-первых, расположены в одну строку и их размер зависит от содержимого. Блок. Размер определяется размерами самого блока, заданными в стилях, как видите, 200 на 200. Но сам блок занимает всю свободную ширину экрана. И все последующие блоки переносятся на новую строку. Inline-block. Элементы, опять же, расположены в одну строку, но уже мы можем задавать им размер. Как видите, размер блоков соответствует тому, что мы указали в стилях. И остается flex и grid. А grid мы не будем говорить, поскольку это очень большая тема для разговоров. Но скажу пару слов про flex. flex. Основная концепция в том, что мы можем задавать очень гибкие лояуты, управлять направлением, одним свойством центрировать блоки как по вертикали, так и по горизонтали, изменять порядок элементов и в целом делать очень гибкие и отзывчивые макеты. Keyframes. Для чего нужно и как использовать. Итак, есть вот такой блок. Для него написаны вот такие вот стили. И выглядит это вот так. И сейчас мы на примере посмотрим, для чего нужен Keyframes. Keyframes определяет ключевые кадры, по которым будет работать анимация. Указывается начальная точка, что будет происходить в самом начале анимации, и затем конечная. Также эти точки можно указывать в процентах, и можно на каждом этапе создавать отдельный ключевой кадр. Сделаем анимацию, которая будет работать всего на двух ключевых кадрах, и она будет вращать по оси X наш квадратик. И для того, чтобы анимация работала по этим ключевым кадрам, используем ключевое слово Animation, и затем указываем название этой анимации. И как видите, теперь квадрат вращается по оси X. Какие бывают значения у свойства Position, расскажите, как ведет себя каждое свойство. Position может принимать следующие значения. Это Static, Relative, Absolute, Fixed и Sticky. Причем Static является дефолтным значением. Рассмотрим каждый из них на примере. Есть три блока с заданными классовыми именами, и для них написаны простейшие стили для того, чтобы эти блоки как-то отличались. Выглядит это вот так. На данный момент элементы никак не спозиционированы. Давайте первому из них зададим свойство Static и подвинем влево на 100 пикселей. Как видите, элемент никуда не сдвинулся, потому что Static по умолчанию является неспозиционированным. Поменяем свойство на Relative, и элемент сдвигается относительно своего положения на 100 пикселей влево. Также можно двигать вниз, вправо, вверх, как угодно. Поскольку Relative подразумевает, что элемент уже отпозиционирован, и мы можем сдвигать его относительно его изначального положения. Сделаем то же самое для второго блока. Он сдвигается, и все у нас нормально. Но попробуем заменить это значение на Absolute, и видим, как третий блок занимает место второго. Это происходит по той причине, что элементы, спозиционированы как Absolute, пропадают из общего потока. И для остальных элементов этого элемента как будто бы не существует. Попробуем Top и Left сделать по нулям, и элемент уходит в левый верхний угол. Так происходит, потому что Absolute, спозиционированные элементы, позиционируются относительно ближайшего спозиционированного родителя. Но поскольку родителем для этого блока является Body, то элемент позиционируется относительно самой страницы. Попробуем второй блок засунуть внутрь первого, который уже является Relative спозиционированным. И посмотрим, что у нас получилось. Обновим страницу. И как видите, второй блок теперь позиционируется относительно первого. Теперь поговорим про Position Fixed. Есть блок и какой-то текст. Для блока заданы минимальные стили. Выглядит на странице это все вот так. Попробуем спозиционировать этот блок как Fixed. И посмотрим, что у нас получилось. Опять же элемент пропадает из общего потока, и он закреплен на экране и прокручивается вместе со страницей. И остается Position Sticky. У нас есть два блока, и внутри первого лежит один элемент. Для них написаны вот такие базовые стили, просто чтобы эти блоки по цветам как-то отличались. Выглядит это вот так. Черный блок лежит внутри бежевого, и розовый сам по себе. Теперь давайте для вот этого черного блока сделаем Position Sticky. И также прилепим его к верхней части экрана. Обновим страницу. И как видите, теперь блок цепляется, опять же как и Fixed, к верхнему краю экрана, но он прикреплен только в рамках одного блока, в данном случае бежевого. Как бы вы реализовали кастомный чекбокс? Есть самый обычный чекбокс, нажимаем на него, и выглядит это вот так. Для него уже написаны некоторые стили. Задний фон должен быть черным, а радиус 50%. Но у нас фон не черный, и радиус точно не 50%. И чтобы стилизовать его, создается лейбл, указывается ID самого чекбокса. Затем для этого лейбла пишутся стили, которыми должен обладать сам чекбокс. Поэтому вот эти стили переносим, а сам input мы скрываем. Его отображать не надо. Сделаем Opacity 0. Также можно сделать Display None. Теперь нам как-то необходимо отслеживать, нажать чекбокс или нет, для того чтобы менять стили. Для этого воспользуемся псевдоклассом Checked, и для лейбла, идущего после инпута, будем менять цвет заднего фона на красный. Посмотрим, что у нас из этого получилось. Вот такой вот чекбокс, который реагирует на нажатие и меняет цвет. Как отцентровать блок по горизонтали и по вертикали? Итак, есть вот такой вот красный блок, его надо поместить в середину страницы. Для тега Body заданы ширина и высота, и самый простой способ отцентровать элемент, это контейнеру, сделать Display Flex, и свойство Justify Content и Line Items установить в значение Center. Что делает Box Sizing Border Box? Значение ширины и высоты у блока включает в себя также размер границ и внутренних отступов. И если мы хотим, чтобы рамка и внутренние отступы были частью размера элемента, мы указываем свойство Box Sizing со значением Border Box. Посмотрим на примере. Есть блок, для которого заданы вот такие стили, и пейдинг равняется 20. Выглядит этот блок вот так. Если посмотрим, то увидим, что размер блока 140 на 140 пикселей, хотя в CSS мы указывали 100 на 100. И с каждой стороны добавилось еще по 20 пикселей внутренних отступов. Если мы установим значение Border Box, то элемент будет занимать исходные 100 пикселей, и внутренние отступы будут частью этой размерности. Как обрабатывает веб-страницу браузер? Существует несколько этапов. На первом этапе формируется дом-дерево из того HTML, который мы получили. Затем загружаются стили, и на основании дом и CSS формируется некое дерево рендеринга. Для каждого элемента рассчитывается положение на странице, и она отрисовывается в браузере. Что такое онлайн-стили и какой они имеют приоритет? У нас есть тег h1, у него установлен id, и цвет для текста установлен в оранжевый. Инлайн-стили – это стили, которые пишутся напрямую в HTML. Задаются они с помощью атрибута style и через точку с запятой перечисляются. Попробуем установить цвет в черный и посмотрим, что у нас получится. Цвет стал черным, и таким образом инлайн-стили имеют самый высокий приоритет. Чем отличается border от outline? Итак, имеется вот такой блок, и под ним некий текст. Попробуем сделать рамку для этого блока. Рамку сделаем потолще, пикселей в 50, чтобы разница была более очевидна. И цвет сделаем, допустим, красный, чтобы четко отделялось. Рамка, заданная с помощью border, является частью элемента. В этом мы можем убедиться, если посмотрим на элемент через инспектор. Попробуем заменить border на outline и посмотрим, что у нас получилось. Как видите, рамка не является частью самого элемента, она перекрыла текст. Если посмотрим через инспектор, видим, что элемент никак не изменился. То есть outline – это просто визуальная составляющая, которая никак не влияет на блочную модель самого элемента. Для outline также не действуют скругления. Адаптивная верстка – методы, с помощью которых можно сделать страницу адаптивной. Существует множество способов, но основные из них указаны на слайде. Это резиновая верстка, использование flex и grid layout, и использование медиазапросов под разные размеры устройств. Что такое BAM? BAM – это некоторая методология, которая расшифровывается как блок, элемент и модификатор, которая пропагандирует компонентный подход к веб-разработке. В его основе лежит принцип разделения интерфейса на независимые блоки. Он позволяет легко и быстро разрабатывать интерфейсы любой сложности и повторно переиспользовать существующий код, избегая копипаста. Как при нажатии на ссылку открывать страницу в новом окне? Для этого у ссылки необходимо указать атрибут target со значением нижнее подчеркивание бланк. Посмотрим на результат. Если мы нажмем по ссылке, откроется новая вкладка. В чем различие между строчными и блочными элементами? Здесь я подробно останавливаться не буду, так как похожий вопрос мы уже рассматривали, но строчные элементы располагаются в одну строку, а блочные занимают все свободное пространство. Разница между Merging и Paving. Ну и здесь все просто. Paving это внешние отступы, Merging это внутренние отступы. Что такое семантические элементы и для чего они нужны? С HTML5 были введены так называемые семантические теги, которые определяют конкретные части страницы. Правильное использование их улучшает все оптимизацию, что позволяет поисковым роботам лучше индексировать страницу. Свойство Overflow. Что делает и когда использовать? Есть вот такой большой блок с текстом, который выходит за пределы страниц. Выглядит это все вот так. И допустим мы хотим эту прокрутку убрать. Тогда мы в родительском блоке указываем свойство Overflow со значением Hidden. Посмотрим, что у нас получилось. Откроем браузер, обновим страницу. И как видите, полоса прокрутки пропала. Именно в этом случае и используется Overflow. VH, VW при указании размеров. Они являются относительными единицами измерения. И вне зависимости от размеров родительского блока, всегда высчитываются относительно окна браузера. 1VH это 1% от высоты окна браузера. И 1VW это 1% от ширины окна браузера. Как визуально изменить курсор? Есть вот такой блок и при направлении на него обычный курсор. Попробуем его изменить. Для этого необходимо переопределить свойства курсор и указать один из возможных вариантов. Например, Pointer. И теперь курсор выглядит вот так. Также можно выбрать и другой вариант. Например, Grab. Теперь курсор выглядит так. Как изменить направление оси Flexbox контейнера? Сейчас элементы располагаются в строку и для того, чтобы сделать их в колонку, необходимо использовать свойства, которое называется FlexDirection и установить значение Column. Теперь элементы располагаются в колонку. Из чего строится размер элемента? Размер элемента строится из ширины и высоты содержимого, внутренних отступов, рамки и внешних отступов. За что отвечает Z-Index? Свойство Z-Index CSS управляет вертикальным порядком расположения элементов, которые перекрываются. Z-Index влияет только на позиционированные элементы. Рассмотрим на примере. Есть два блока и вот такие вот CSS стили для них. Оба элемента являются Absolute позиционированными. И на странице выглядит это вот так. Second блок, конечно же, находится выше, чем First блок. Но если мы зададим значение Z-Index у First больше, чем 1, он станет выше, чем 2. И, соответственно, если у второго сделаем Z-Index больше, чем у первого, он будет располагаться выше. Какие виды инпутов бывают? Таблица со всеми типами инпутов представлена на экране. Можете поставить на паузу и ознакомиться. За что отвечает Justify Content и Align Items у Flexbox контейнера? Есть два вот таких блока, которые находятся внутри Flexbox контейнера. В данном случае контейнером является Buddy. Поскольку он уже является Flex, мы можем использовать эти свойства. Попробуем установить Justify Content и увидим, что это свойство влияет на расположение элементов относительно главной IC Flexbox контейнера. Напомню, что эта ось задается свойством Flex Direction. По умолчанию главной осью является ось X. А для управления расположением на второстепенной оси используется свойство Align Items. Как видите, в данном случае выравнивание происходит по оси Y. Как убрать маркер у списка? По умолчанию список помечается вот такими вот точками. И если нас эти точки не устраивают, мы можем воспользоваться свойством List Style и поменять. Допустим, убрать их вообще или же использовать какое-то другое значение. Что вы знаете о приоритете селекторов? Это достаточно обширная тема для объяснения. Носи говорит кратко. Каждый селектор имеет вес и наибольший вес имеют онлайн стиле. Они перекрывают все остальные. Далее идет селектор ID, класса и тега, который имеет наименьший вес. Что такое псевдоклассы и какие вы используете чаще всего? Псевдоклассы предназначены для описания характеристик элементов. Такое как динамическое состояние, например нажатая ссылка, или язык кодировки, абзац на каком-то языке. Они не отображаются в исходном документе и не принадлежат дереву документа дом. Самые часто используемые это hover, focus, checked, disabled и другие. Какие бывают значения у background size? Кратко о каждом. Итак, у нас есть пустой блок div, и ему я установил как задний фон какое-то случайное изображение. Выглядит сейчас это вот так. Половина изображения была обрезана. Для того, чтобы это поправить, используется свойство background size. В значении cover изображение сохраняет свои пропорции, но изменяется в размере, чтобы уместиться в этот блок. Но как видите, часть изображения все равно не попала, потому что оно имеет прямоугольную форму, а блок у нас квадратный. Значение content в свою очередь ужимает картинку до такой степени, пока она не вместится в блок. Для того, чтобы не было повторений, необходимо добавить свойство no repeat. И выглядит это будет вот так. Какие псевдоэлементы вы знаете и используете? Псевдоселекторы позволяют стилизовать определенную часть выбранного элемента. Например, псевдоселектор first letter может изменять заглавную букву каждого абзаца. Рассмотрим на примере. Сейчас есть вот такой небольшой текстик, попробуем изменить первую букву с помощью псевдоселектора. Для этого указываем селектор, два двоеточия и псевдоселектор, в данном случае first letter. Например, увеличим букву в размере и сделаем цвет красный. И посмотрим, что получилось. Как видите, только первая буква абзаца приняла эти стили. Если продублируем абзацы, то для каждого из них будет применен этот псевдоселектор. Флексбокс свойства, отвечающие за перенос элементов на новую строку при переполнении. Итак, на странице есть некоторое количество каких-то элементов, для них задана ширина, высота и некоторые отступы. Контейнер является флексовым. Блоки умещаются в одну строку, но ужимаются в размере. Для того, чтобы они переносились на новую строку, используется свойство flex-frep. Теперь, если блоки не вмещаются, они переносятся на новую строку. Попробуем добавить еще несколько. И вот так вот это выглядит. Ключевое слово important, для чего используется? Оно используется для того, чтобы повысить приоритет селектора и переопределить какие-то стили. Разница между script, script-async и script-defer. Браузер загружает и отображает HTML постепенно. Особенно это заметно при медленном интернет-соединении. Браузер не ждет, пока страница загрузится целиком, а показывает только ту часть, которую успел загрузить. Если браузер видит текст-скрипт, то он по стандарту обязан сначала выполнить его, поскольку подгрузка происходит сверху вниз, и только потом показать оставшуюся часть страницы. То есть загрузка получается синхронной. Если скрипт внешний, то пока браузер не выполнит его, он не покажет часть страницы под ним. При указании атрибута async и defer, браузер начинает подгружать скрипты в асинхронном режиме и не тормозит отображение HTML. Но defer используют обычно в том случае, когда важен порядок загрузки скриптов. То есть скрипты будут загружаться синхронно, но последовательно, один за другим. И второе отличие, defer срабатывает только тогда, когда весь HTML будет обработан браузером. То есть async начинает подгружать сразу же, а defer только после загрузки HTML. Как увеличить в размере при наведении элемент, не сдвигая при этом соседние. Есть две рядом стоящие кнопки, выглядят они вот так. И сейчас попробуем одну из них увеличивать в размере. Для того, чтобы изменения в размере происходили плавно, используем свойство transition, укажем время, одну секунду, и оно будет действовать для всех свойств. Теперь воспользуемся псевдоклассом hover, для того, чтобы изменять кнопку в размере при наведении. Но, как видите, при изменении размера первой кнопки, вторая смещается. Такой подход нам не подходит, поэтому воспользуемся свойством transform и функцией scale. И будем увеличивать кнопку два раза. Как видите, теперь она изменяется в размере, при этом никак не затрагивая вторую кнопку. Кратко о медиазапросах под мобильные приложения. Посмотрим на примере. Есть какой-то текст. Выглядит это вот так. Напишем медиазапрос. Пишется знак собаки, затем медиа, и чтобы этот запрос отрабатывал как раз на устройствах с разным размером дисплея, указывается свойство screen, end, и затем в скобках свойство, при котором как раз этот запрос будет обрабатывать. В нашем случае максимальная ширина, при которой этот запрос будет отрабатывать, 400 пикселей. Попробуем менять цвет. Откроем инструменты разработчика, и как только мы доходим до 4 пикселей в ширину, цвет меняется. Какое свойство используется для перевода текста в заглавные или же строчные буквы? Сейчас текст написан строчными буквами, попробуем с CSS-свойством это изменить. Для этого предназначено свойство text-transform. И в качестве значения установим апперкейс. Обновим, и теперь текст написан заглавными буквами. Для чего рекомендуется использовать атрибуты data? Они предназначены для хранения каких-либо значений. Например, для создания всплывающих подсказок без применения джаваскрипта. Правило создания дэйта атрибутов следующее. Пишем ключевое слово data, затем дефис и название этого атрибута, в нашем случае data description. Можно писать абсолютно любое. Теперь попробуем сделать так, чтобы при наведении на блок снизу выпадала подсказка без применения джаваскрипта. Для этого воспользуемся псевдоклассом и псевдоселектором hover и after соответственно. И в значение content с помощью функции adder поместим значение как раз data атрибута description. Соответственно спозиционируем абсолютно и сделаем отступ сверху. И какой-нибудь цвет заднего фона, чтобы было более заметно. Обновим страницу. И теперь при наведении на блок выпадает вот такая вот подсказка без применения джаваскрипта. Как стилизовать input для загрузки файлов? Здесь ситуация похожа с чекбоксом. Сделаем input с типом файл. Откроем браузер и посмотрим как он выглядит по дефолту. Совсем не очень. Попробуем это исправить. Здесь опять же необходимо будет воспользоваться лейблом, поэтому укажем id и сделаем лейбл. И напишем что-нибудь внутри. Абсолютно любой текст. Теперь перейдем к стилям. Сам лейбл мы стилизуем так, как бы мы хотели, чтобы выглядел input. Сделаем внутренние отступы и какую-нибудь пунктирную рамку. А сам input теперь скроем. С помощью свойства display none. Посмотрим что получилось. Теперь input выглядит вот так. Что такое селектор атрибутов? Итак, есть два inputа с разными типами. На примере посмотрим что такое селектор атрибутов. Пишется название тега и затем в квадратных скобках значение, которое принимает тот или иной атрибут. В нашем случае стилизуем input с типом password. Как видите первый input покраснел, а второй нет. Как изменить стили для кнопок с атрибутом disabled? Этот вопрос для закрепления предыдущего. Здесь как раз необходимо воспользоваться селектором атрибутов. Пишем button и в квадратных скобках disabled. И задаем какие-либо стили. Например, сделаем внутренние отступы по 20 пикселей и изменим background color. Как изменить стили для элемента span, который следует прямо за элементом input? Итак, есть input и какой-то span, который идет после него. Для этого необходимо воспользоваться соседним селектором плюс, то есть пишется input, плюс и span. Таким образом стили применятся только для спана, который идет после этого инпута. Попробуем добавить какие-то стили и убедимся в этом. С помощью какого селектора можно добавить стиль на каждый элемент на странице? Итак, на странице есть несколько различных элементов span, div и h1. И для стилизации всех сразу используется универсальный селектор звездочка. Заменим цвет шрифта, обновим страницу и как видите, применилось для всех. Какое свойство позволяет вам спрятать элемент, но сохранить занимаемое им пространство на странице? Итак, есть вот такой квадратик, который с двух сторон обтекается текстом. Попробуем его скрыть. Для того, чтобы скрыть элемент, но сохранить занимаемое пространство, обычно используют либо свойство opacity со значением 0, то есть элемент становится просто прозрачным, невидимым. Или же свойство visibility, которое напрямую уже говорит нам о видимости того или иного элемента. Установим значение hidden, элемент также не будет видно. Также элемент можно скрыть с помощью display со значением none, но в таком случае элемент полностью пропадает со страницы. Как сделать тень, падающую от блока? Итак, есть блок с минимальными стилями, ширина, высота и цвет заднего фона. И для того, чтобы от него падала тень, используется свойство box shadow, 2 пикселя смещения по оси X и Y, 4 пикселя размытия тени и цвет ее серы. Тени 2 видно, поэтому увеличим немного смещения и сделаем ее цвет черным, чтобы была более заметная. Вернемся на страницу, обновим и вот такая вот тень получилась. Попробуем увеличить размытие и вот такой вот эффект получился. Возвращаясь к предыдущему вопросу, как сделать тень, которая падает от текста? Для этого используется похожее свойство, которое называется text shadow. Также указываются смещение, размытие и цвет тени. Посмотрим, что получилось. Вот такая вот тень. Попробуем сделать, например, красный. И текст как будто бы светится. Необходимо повернуть блок на 45 градусов, как бы вы это реализовали. Для этого, опять же, необходимо воспользоваться свойством transform, с помощью которого мы меняли уже размер элемента, но уже воспользоваться функцией rotate, а не scale. Как видите, по X какое-либо вращение незаметно. Попробуем сделать по Y и должен получиться точно такой же результат. Эти вращения незаметны, поскольку страница является двухмерной. А вот по оси Z это вращение вполне заметно. Таким образом мы ответили на вопрос. Возвращаясь к предыдущему вопросу, как сделать вращения по осям X и Y заметными. Как я уже сказал, страница является двухмерной и у нее нет некой глубины. Для этого необходимо указать свойство перспектив и затем значение в пикселях. То есть мы как бы отдаляемся от нашей страницы и будем смотреть на нее со стороны. Появляется некая 3D-шность. И для того, чтобы вращения были более заметными, сделаем, чтобы они происходили при наведении на блок. Опять же пользуемся функцией rotate и вращаем на 45 градусов. И теперь появилась некая глубина. Мы чувствуем, что элемент действительно поворачивается. Попробуем по оси Y и получается вот такой результат. Можно попробовать также и в отрицательную сторону. Вот так вот это выглядит. Как сделать анимацию бесконечно повторяющейся. Для этого необходимо указать свойство AnimationDuration со значением Infinite. Для чего используются препроцессоры. Препроцессоры это некоторая надстройка над CSS, которая расширяет возможности стандартного CSS с помощью новых синтаксических конструкций. Такие как переменные, вложенность селекторов, миксины, то есть переиспользуемые участки и многое другое. И как раз вопрос, что такое миксины в препроцессорах. Если выражаться простым языком, то это некий кусочек с какими-то CSS-свойствами, который потом можно переиспользовать в каких-то других селекторах. Что такое Bootstrap? Это некий графический фреймворк, который используется для быстрой разработки адаптивных и отзывчивых интерфейсов. Включает в себя 12-колоночную сетку для того, чтобы делать адаптивные сайты быстро и набор готовых инструментов по типу модальных окон, лоудеров, всяких кнопок, крутилок и так далее. И последний вопрос, друзья. Вы не забыли поставить лайк под это видео и написать комментарий? Если забыли, прям сейчас же это сделаете. И на этом с видео мы заканчиваем. Надеюсь, вам было полезно. А я благодарю вас за просмотр и жду в следующих уроках.